В мае 2024 года российское исследовательское судно сделало открытие в замерзшей пустыне Антарктиды, которое вызвало шок в правительственных коридорах от Лондона до Буэнос-Айреса. Они нашли нечто стоимостью 44 триллиона долларов, нечто по сравнению с которым Саудовская Аравия может показаться заправочной станцией на углу. Но это открытие было связано не только с деньгами. Речь шла о пробуждении чего-то, что миллионы лет спало подо льдом. И в 2048 году миру придется решать, что с этим делать. Антарктида. От одного названия у вас по спине пробегают мурашки. Это континент настолько отдаленный, настолько враждебный, что в космосе побывало больше людей, чем когда-либо ступало на его внутренние просторы. Большинство из нас видят Антарктиду как странную кляксу в нижней части наших карт. Но это правда. Она действительно огромна. Больше, чем вся континентальная часть Соединенных Штатов. Если поместить его над Европой, он простирался бы от Северного полярного круга до Ирана. Тем не менее, население этого континента размером с Южную Америку едва вмещает небольшой городок. Четыре тысячи человек летом и всего тысяча смельчаков зимой, когда Солнце исчезает на месяцы, а температура падает до минус 60 градусов по Цельсию. На протяжении большей части истории человечества мы даже не подозревали о существовании этого места. Первые зарегистрированные наблюдения были сделаны в 1820 году, всего 200 лет назад. И даже сегодня, в наш век спутников и GPS, Антарктида остается величайшей загадкой Земли. Под нашими ногами находится самое большое в мире хранилище, наполненное не золотом или бриллиантами, а льдом. Льда так много, что если бы завтра он весь растаял, Флорида исчезла бы. Все восточное побережье Америки оказалось бы под водой. Толщина этого ледяного покрова в среднем превышает 2 километра. В самых глубоких местах его глубина достигает почти 5 километров. Это шесть небоскребов Бурдж-Халифа, поставленных друг на друга. Доктор Сара Митчелл провела на льду три зимы. Она рассказала мне кое-что, отчего у меня начались ночные кошмары. Доктор медицинских наук Сара Митчелл сказала, «Мы знаем о поверхности Марса больше, чем о том, что находится непосредственно под нашей исследовательской станцией. Мы буквально стоим на вершине целого инопланетного мира. И в 2017 году мы впервые получили представление о том, насколько инопланетным является этот мир на самом деле». Гора Аэребус. Действующий вулкан посреди замерзшей пустоши с озером расплавленной лавы, которое горит с 1970-х годов. Средняя температура здесь минус 47 градусов по Цельсию. Достаточно холодно, чтобы вода мгновенно замерзла. Но под этой горой происходило нечто невероятное. Пар из вулкана пробил во льду сеть пещер. И внутри этих пещер было 25 градусов по Цельсию. Достаточно тепло, чтобы надеть футболку. Когда исследователи, наконец, получили образцы почвы из этих пещер, они сделали открытие, которое изменило все. Следы ДНК водорослей, мхов и животных. Живые животные, процветающие в пещерах под Антарктидой. Но вот что не давало ученым спать по ночам. Некоторые образцы ДНК, которые они нашли, не совпадали ни с чем в наших базах данных. Неизвестные виды членистоногих. Такие существа, как креветки, многоножки, пауки, возможно, эволюционировали в изоляции миллионы лет. И гора Эребус не одинока. В Антарктиде есть еще 15 действующих вулканов, 15 других потенциальных оазисов жизни, скрытых подо льдом. В мае 2024 года российское исследовательское судно проводило, как они утверждали, обычные геологические исследования в море Уэддала, между Антарктическим полуостровом и основным континентом. Что произошло дальше, станет известно несколько месяцев спустя, на мрачных парламентских слушаниях в Лондоне. Британские парламентарии получили разведанные, которые потрясут основы международного права. Русские обнаружили нефтяное месторождение, содержащее 511 миллиардов баррелей нефти. В перспективе это вдвое превышает все запасы Саудовской Аравии. В 10 раз больше, чем было добыто в Северном море за 50 лет. При нынешних ценах на нефть стоимость одного этого месторождения составляет 44 триллиона долларов, что почти вдвое превышает весь ВВП Соединенных Штатов. Но это было не просто экономическое открытие. Это было геополитическое землетрясение. Потому что это нефтяное месторождение находилось прямо в центре самой спорной территории на Земле. Шел 1908 год. Британская империя была на пике своего могущества, и они водрузили там свой флаг. Антарктида, претендующая на огромный кусок континента, как на свой собственный. Но они были не одни. Аргентина претендовала на точно такую же территорию, основываясь на своей близости к Антарктиде. То же самое произошло и с Чили, когда три страны претендовали на одну и ту же мерзлую территорию, подготовив почву для конфликта, который продолжался более столетия. В 1982 году эта тлеющая напряженность переросла в настоящую войну. Аргентина и Великобритания вели жестокую десятинедельную войну за Фолклендские острова. Крошечные клочки суши, о которых большинство людей никогда не слышали. Погибло около тысячи солдат. Британия победила, но основной спор так и не был разрешен. Он просто был погребен подо льдом. До сих пор. Вот о чем никто не говорит. Срок действия договора об Антарктике, международного соглашения, из-за которого Антарктика находится в подвешенном состоянии, истекает в 2048 году, то есть всего через 24 года. А изменение климата с каждым годом делает эту нефть все более доступной. Лед в море Уэддала тает. Доступ судов становится все проще. Профессор Джеймс Рейнольдс. Любая страна может в любой момент выйти из договора об Антарктике. Ничто не мешает России, Аргентине или Великобритании заявить, что мы закончили с этим соглашением и завтра отправим буровые платформы. Единственное, что их останавливает, это экономика. На данный момент мы занимаемся добычей нефти из. Антарктида обходится дороже, чем стоит нефть, но ситуация быстро меняется. В то время как весь мир сосредоточился на нефти, ученые сделали еще одно открытие, которое, возможно, было еще более глубоким. Озеро Восток — это водоем размером с озера Мичиган, скрытый на 4 километра подо льдом. Это озеро было отрезано от остального мира на 15 миллионов лет. Все, что обитает там, развивалось в полной изоляции еще до появления человека. В 2012 году российским ученым, наконец, удалось это сделать. То, что они обнаружили в этой древней воде, вызвало озноб в научном сообществе. Неизвестные бактерии, возможно, даже рыбы, формы жизни, которые не должны существовать, процветают в воде при минусовой температуре на глубине 4 километров подо льдом. А в 2021 году ученые сделали еще одно шокирующее открытие. Они опустили камеру в затопленную пещеру подо льдом Западной Антарктики, ожидая ничего не обнаружить. Вместо этого они обнаружили сотни кривитообразных существ, процветающих в полной темноте, в 500 километрах от ближайшего солнечного света. Если там может существовать сложная жизнь, то что еще ждет нас подо льдом Антарктиды? Мы приближаемся к перекрестку, который определит будущее столетия. В 2048 году будет пересматриваться договор об Антарктике. Стоимость нефти составляет 44 триллиона долларов. Лед тает, и три страны претендуют на одну и ту же территорию. Военные стратеги уже разрабатывают сценарии. Если Аргентина сможет каким-то образом снова оспорить британский контроль над Фолклендами, и когда это произойдет, она укрепит свои притязания на антарктическую нефть. Для Британии удержание Фолклендских островов это уже не просто 3600 жителей островов. Речь идет о сохранении их притязаний на потенциально крупнейшее в мире нефтяное месторождение. Тот, кто будет контролировать эту нефть после 2048 года, может стать следующей Саудовской Аравией. Они могут в одночасье изменить мировые энергетические рынки. Когда в конце 2024 года новость об обнаружении нефти наконец стала достоянием общественности, реакция была незамедлительной и взрывной. Экологические организации были возмущены. Акция «Спасите Антарктиду» стала популярной во всем мире в течение нескольких недель. Протестующие собрались у российских посольств, требуя прозрачности. Грета Хансен, активистка-эколог, сказала «Это именно то, чего мы боялись». В тот момент, когда речь заходит о деньгах, последняя нетронутая дикая местность на Земле внезапно становится просто еще одним ресурсом для эксплуатации. Но экономисты увидели благоприятные возможности. Фьючерсы на нефть подскочили. Цены на акции энергетических компаний взлетели. Правительства столкнулись с дилеммой. Публично им пришлось поддержать договор об Антарктике. В частном порядке они подсчитывали, насколько 44 триллиона долларов могли бы преобразить их страны. Президент Аргентины сделал тщательно сформулированное заявление о защите ресурсов Антарктики в интересах всего человечества. Премьер-министр Великобритании подчеркнул важность соблюдения международного права. Оба послания приобретают совершенно иной смысл, если вы знаете о нефти. Сегодня, когда я обращаюсь к вам, до пересмотра договора об Антарктике остается 24 года, 3 месяца и 17 дней. В настоящее время Антарктида остается последним по-настоящему международным континентом в мире. 55 стран имеют там исследовательские станции. Ученые из бывших врагов работают бок о бок, объединенные любопытством, а не разделенные политикой. Но подо льдом скрывается нефть на 44 триллиона долларов, неизвестные формы жизни, которые могли бы революционизировать медицину, ресурсы, способные питать цивилизации. И время идет. Аргентина и Чили уже играют в долгую игру. Они основали постоянные поселения. На антарктической земле рождаются дети. Будущие граждане, претендующие на этот континент. Вопрос не в том, будет ли кто-то в конечном итоге добывать нефть. Вопрос в том, кто доберется туда первым, когда истечет срок действия договора. И что они найдут, когда, наконец, пробьются сквозь этот древний лед? Антарктида хранила свои секреты миллионы лет. Но в 2048 году эти секреты, наконец, будут раскрыты. Вопрос только в том, готовы ли мы к тому, что нам предстоит обнаружить. Начался обратный отсчет до пробуждения Антарктиды. Антарктида Антарктида Антарктида